Уголовные дела Это для вас особый случай Ларисочка, давайте будем гримироваться Вы знаете, наш режиссер от вас просто без ума Спасибо Начнем с шейки Агната, стой! Ты куда? Убери руки! Я хочу на нее глянуть Стой, сумасшедшая! Уйди! Что за приничка? Ты что делаешь? Новую себя фаворитку нашел, да? На чем она лучше, чем я? Посмотри на нее, это же бледная моль Все! Я устал от тебя! Пиши заявление! На коленях еще приползешь, змей проклятый Просить еще будешь Ты его не пойдешь! Я сказал, что тебе не будет! Отпусти! Что, грамотно стало, да? Как твоя пропортическая линька? Столя, не надо! Не надо, я прошу тебя! Я что сказал? Я сказал, вернись! Весной Дорогу проложат Все изменится Да Здесь трасса таки просится Да что такое? Ух, ё-моё! Ух, ё! Я за милицией Ткань для платья Не подскажете, Артем? Пять букв Ткань для платья Не знаю, может, ситец Ситец Спасибо, подходит Правильно Ну, а у вас что? Да что, вот В лесу под Киевом Где в будущем 63-м году Собирались Взводить трассу В 62-м В январе Геодезисты Обнаружили тело На место Это выехала Опергруппа Во главе со старшим Оперуполномоченным Капитаном Виктором Петровичем Джулаем О, самый умный идет Угу Сейчас начнется Угу Так, я пошел Давайте еще раз Все по порядку Еще раз? Да, еще раз Докладывай Только быстро Труп Барышня Это и так понятно Что бы существенное Есть Возраст, например Молодая Лет до 30 Рана Колота-резаная Повреждены кости грудины Думаешь, нож? Сложно сказать Рана колотая Остальное по почве Рыжит давно? Сложно сказать Думаю, месяц Неделя Плюс Минус Слушай У тебя всегда Все сложно сказать Труп Обезображен Лицо Разбито Камнем Или кирпичом Значит Получается Били Чтоб нельзя было Опознать Да Сложно сказать Может Какой-то псих Злобу Вымещал Что это Позолото? Да Камень Горный хрусталь Цепочка Серебряная А камушек-то На горный хрусталь Похож Рассказывай Только быстро Верхнюю одежду не нашли Платьишко нарядное Шерсть Ткань дорогая Ну и туфельки Не по погоде Верхнюю одежду не нашли Значит Плохо искали Или девушку В лес привезли Вот заявление Пропавших за последние Два месяца Подходит Маргарита Слепцова 20 лет Пропала 27 ноября 61 года Студентка Пединститута Ну по одежде Сходство Группа крови Первая положительная Как у нашей убитой Платье желтое Пальто Драповая туфль А ведь по одежде Сходство есть Ты вот что Вызывай-ка родителей На опознание Не люблю я эти Процедуры Бедные люди Что по орудию убийства Судя по характерному Повреждению Костей грудины И наличии ржавчины Девушку закололи Узкой половиной Портновских ножниц Проходите Сюда пожалуйста Риточки Риточки Платье Соля! Может, вы ты? Нет. Я нормально. Нормально. Тогда я вас попрошу опознать вещи убитой. Это ее платье. Клавка Шива. Это мы ей на 20-летие подарили. Только туфли не ее. У нее таких не было. Это... Это... Лариса... Луканиной. Лучшие подруги. Это выдержки? Да. Это ты запрещала Риточке покупать модные вещи. Это ты казарму ей устроил! Это все из-за тебя! Ты себя слышишь? Из-за тебя! А ну, хватит! Дома будете склоки устраивать. Самоленко! В тот день Риточка нагрубила отцу. И... сбежала из дома. Мы ее больше не видели. А вы часто сурились? Часто. Я была у них буфером. Клава права. Это я виноват. Это все из-за меня. Надо было тогда держаться. Виноват тот, кто убил вашу дочь. Клавдия. А Рита писала стихи? С пяти лет пишет. Печаталась в пионерской правде, потом в пионере. Вы знаете, она даже в юности печаталась. Она была настоящий талант. Скажите, а вы что-нибудь знали о планах вашей дочери на тот день, когда она пропала? Знаете, Риточка была такая замкнутая. Я только по телефонному разговору поняла, что она собирается с девочками на танцы. Если бы я знал, что все так случится, я бы просто закрыл дверь и никуда бы ее не пустил. Это Лариска все. Это она ее с пути сбила. А как нам найти эту Лариску? Они учились вместе. В институте педагогическом. Бедная Рита. Я надеялась, что она все-таки найдется живая. А у вас лицо что-то знакомое. Вы, случайно, по делу не проходили? СМЕХ Нет. Я диктором в телестудии работаю. Первый телеэфир в столице Украинской ССР состоялся 6 ноября 1951 года. Накануне, 5 ноября, сотрудники телецентра устроили техническую пробу. Разместили несколько телевизоров по разным уголкам Киева и запустили художественный фильм Марка Донского «А летет, уходит в горы» о борьбе Чукчи против американских колонизаторов. Проба прошла успешно. К 1953 году по инициативе тогдашнего главы республики Никиты Хрущева построили полноценный телевизионный центр на Крещатике-26. Примечательно, что его полностью оснастили советской аппаратурой. Тогда как телецентры в Москве и Ленинграде работали на оборудовании американской фирмы RCA. Так произошло, потому что во время строительства Киевского телецентра началась холодная война. О закупке техники из Америки не могло быть и речи. Вы, наверное, меня по телевизору видели? Да, точно, точно, по телевизору видел. Лариса, как ваши туфли оказались на Рите? Она попросила у меня их на танцы. Значит, получается, она на кого-то хотела произвести впечатление. У нее был молодой человек? Не знаю. На танцы мы втроем собирались. Я, Рита и Наташа. Ну, Рита, правда, говорила, что кто-то есть. Но я ей особо не верила. Она жила в каком-то своем мире. Фантазерка. И потом и родители ее не понимали. Мама понимала. Папа нет. Он мужик неотесанный, работяга завода. Ой, извините, мне на пару пора. А как найти третью подругу, Наташу? Она сейчас в подсобке, 12-й аудитории. Син-газета рисует. Идем. Обычно мы с Ритой вдвоем делали выпуск. Я рисовала, она писала стихи. День исчезновения. Вы ее видели? Да, в институте. В тот день, кстати, тоже делали стенгазету. На танцы сегодня идешь? Конечно, иду. Я уже даже туфли Лариски взяла. Серьезно? Папа отпустил? Я не спрашивала. Ну, мать скажет, что у бабушки буду ночевать. Рита, мне кажется, тебе срочно нужно замуж. Тогда и у папы ничего спрашивать не придется. Да, уж с таким папой все женихи разбегутся. Вообще, знаешь, мне кажется, что я скоро не выдержу и просто убью его. Ну, или он меня. Сплюнь, дура. Вот так. Ясно. В лесу неподалеку от Киева геодезисты нашли труп молодой девушки. Ее зарезали портновскими ножницами, а затем обезобразили лицо. Среди вещей убитые сыщики обнаружили цепочку с кулоном из горного хрусталя. По личным вещам и одежде родители опознали в жертве свою дочь, студентку Пет-института, поэтессу Маргариту Слепцову. Выяснилось, у нее были сложные отношения с отцом. Вы разговаривали с Твердохлебовым? Он сильно расстроился. Кто такой Твердохлебов? Это наш бывший преподаватель. Работал у нас раньше. Вел литературные конкурсы. Он отправил стихи Риты в Москву и их напечатали в юности. Как нам найти Твердохлебова? Я не знаю, он уволился. Спросите у Локана. У Луканина. Это наш декан. Он просто в парике ходит. Луканин? Фамилия такая же, как у вашей подруги Ларисы. Да, он ее отец. Пошли. Риту убили. Твердохлебов уволился. Я бы тоже обратил на него внимание. Вы имеете в виду молодого преподавателя? Да, молодого преподавателя Твердохлебова. Я так понимаю, Рита была его протеже, раз ее печатали в литературных журналах. Ой, Артем, это сейчас протеже. А раньше люди добывали себе славу таланту. Ну, это вопрос спорный. И тем не менее, Твердохлебов уехал в Чугуев в тот день, когда пропала Рита. Гражданин Луканин? Да. Старший уполномоченный Джулай, уголовный розыск. Чуть не разминулись с вами. Нам сказали, что вы уже уехали. Да, я на священие спешу. У нас к вам есть пару вопросов. Это вы, наверное, о Риточке? Слышал, слышал. Горе-то какое. Чем могу? Скажите, когда и почему уволился от Твердохлебов? В ноябре уволился. Точнее, в конце ноября. Он нашел себе работу в Чугуевске, в военном училище. Странно. Даже более чем странно. Применять столицу на периферию? Ничего странного. Он жениться решил. А здесь он жил в общежитии. Там ему дом предложили. Так что, сами понимаете. Жилищный вопрос. Нам нужна фотография и вся подробная информация о нем. Конечно. Зайдите в отдел кадров, там все есть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. А вы кто? Извините, оперуполномоченный Иван Самойленко. Я вас слушаю. Мне бы с Константином Твердохлебовым поговорить. Костя, а он сейчас в училище на занятиях. А вы, простите... Невеста. Лера. А, очень приятно. Так а может вы пройдете? Ну, подождете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, спасибо. Я... Я в училище его найду. Жаль. Ну, вы бегите. У него как раз экзамен закончился. Спасибо. Кто приходил? Из милиции? Но этого нам еще не хватало. Да ты хоть понимаешь, что нам за это все может быть? Добрый день. Константин Твердохлебов? Это я. Слушаю вас. Убита ваша студентка Рита Слепцола. Что? Не может быть. Я слышал, что Рита пропала, но чтобы ее убили... Тело найдено в лесу. Сильно обезображено лицом. Чем я могу помочь? Я понимаю, для вас это может быть неприятно, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Когда вы видели Риту в последний раз? В день моего отъезда в институте. Почему вы так резко уволились? Да, вопросы неприятные. Я не резко уволился. Все по закону. Я написал заявление за две недели до ухода. Можете проверить. Проверим. Где вы были 27 ноября? Я собирал вещи, а потом в 7 часов вечера мы с Лерой уехали. Свидетели есть? Шофер. Он в Киеве из училища форму забирал. Потом и нас подхватил. Шофер. Скажите, Рита вам жаловалась на отца? Прямо нет, но она выражала свои страдания через поэзию. Шофер. Благодарю. Я проверил. Твердохлебов действительно уехал на машине с невестой в тот вечер. У меня из головы не идет фраза, которую Рита сказала подруге про своего отца. Иногда мне кажется, что я убью его. Или он меня. Слушай, ну давай съезжу и поговорю с соседями. А вдруг нам отец чего-то не договаривает? Рита ведь могла сказать это фигурально. А могла и буквально. Она же поэтесса. А поэты люди странные. Ты вот что. Езжай-ка поговори с соседями. Ну может нам отец чего-то не договаривает. Я этот день хорошо помню. Холодно так было. Рита выбежала из подъезда, а Толя за ней. И кричал, если она не остановится, то домой может не возвращаться. А если вернется, так он ее убьет. Так я сказал. Ну это он в сердцах, вы же понимаете. Да, я понимаю. Проходите, проходите. Постарайтесь вспомнить, он когда побежал за Ритой, он тогда сразу вернулся или нет? Не вернулся. Но это ничего не значит. Да, конечно, это ничего не значит. Рассказывайте подробно. Вы погнались за Ритой. Что было дальше? Я ее не догнал. Настроения возвращаться домой не было. Зашел в рюмошную. Как долго были в рюмошной? Долго сидел, домой вернулся поздно. Подтвердить, конечно, некому. А зачем подтверждать? А зачем подтверждать? Ты на что намекаешь? А я не намекаю. Убил и отвез в лес. Господом! Сидеть! Гражданин Слепцов, вы задержаны по подозрению в убийстве Риты Слепцовой. Бред! Конвойный! Увести. Это бред! Значит так, я в прокуратуру возьму санкцию на обыск и к Слепцовым. Хочешь найти радио убийства? Это если повезет. И еще. Одежда Риты. Она не могла просто так исчезнуть. Нет ничего. Я не понимаю. Да что вы хотите найти? Здесь тоже ничего. А вам ничего не нужно понимать. Вы санкцию прокурора видели? Тут тоже ничего. Ножницы ваши? Мои. Я шью. Здесь ничего. Болтик развинчивается. Да. Постоянно. Значит так. Это мы забираем на экспертизу. Здесь тоже ничего. За тумбой смотрел? Еще нет. Ничего нет. За диваном. Нашел. Вам знакома эта вещь? Нет. А что это? Это мужской парик. Хм. Артем, а вы знаете, как называются люди, которые изготавливают парики? Опять вопрос в кроссворде? Парики, парик, парик, парик. Постежор. Постежор подходит? Ну, вы что думаете, я с утра до вечера не кроссворд решаю? Вы дело-то читаете? А, да, дело читаю. Вот вы к чему. Да, оперативник ходил к постежору и подозрения сыщиков подтвердились. Парик 56-го размера, цвета шатен, принадлежал декану филфака Луканину. Луканину. Это что, получается, Луканин был дома у Риты? Ну что, такие интимные вещи, как парик, случайно в чужих домах не оказываются. Что по ножницам? Экспертиза показала, ножницы чистые. По форме на орудие убийства не тянут. Надо Луканина трясти. Возможно, он встречался с Ритой. Я вот о чем подумал. А что, если Луканин тайно встречается с Ритой? Естественно, боится огласки. Потом они ссорятся. Рита угрожает все рассказать. И Луканин ее убивает. Что думаешь? Отличная версия. Давай теперь вызовем его и узнаем, как его парик оказался под диваном у Риты. Звони. Звони. Алло. Деканат? Из милиции беспокоят. Николая Антоновича можно? Можно? Нету его? Ага, ясно. Спасибо. Говорят, поехал на телецентр. К дочери на работу. Ну и что стоим? Поехали. Поехали. Я вот позвоню куда надо. И быстренько вашу контору прикроют. Ясно тебе? Папа, не надо. Или посмолку репетируют. Если. Ругают. Товарищ, а что происходит? Папа не хочет, чтобы я работала диктором. А это мой шанс. Какой шанс? Ты даже не доучилась. Занятия пропускаешь. Ты что, не понимаешь, что через год найдет такую же дуру, как ты, а тебе пинко под зад? Да послушайте. Все съемки проходят вне учебного времени. А во-вторых... Заткни рот свой. Я знаю, как у вас проходит. Через постель все. Ты зануда. Недаром от тебя мама ушла. Помолчи. Ты такая же кемать твоя. Легкомысленная. Хватит. Не устраивайте балаган. Ваша дочь очень талантливая девушка. Она стажировалась у нас. И тут уходит Агнета. Ведущая бывшая. И заменить некем. И ваша Лариса оказалась как нельзя кстати. И, между прочим, у вашей дочери идет стаж. Да какой стаж нафиг? А с тобой мы поговорим дома. Минуточку. Вначале вы поговорите со мной. И не дома. Да вы с ума сошли. Ну, ну, что вы такое говорите? Рита же не в дочери годится. И Лариса с ней дружила. Ну, как вы вообще могли такое подумать, а? Когда я до кого останавливал? Виктор Петрович. Там Кладия пришла. Я не знаю, поговорить срочно. Хорошо. Сейчас поднимусь. Проходите, присаживайтесь. А вы понимаете, я... Если вы по поводу мужа... Нет. Я по поводу Николая Антоновича. Луканина? Рассказывайте. Только быстро. Вы понимаете, я... Он... Ко мне приходил. То есть, вы с ним... Любовники. Рита, она застала месть. Понимаете, это... Это я виновата, что она убежала из дома. Насколько я помню... В морге вы сказали, что ваш муж виноват. Он тоже. Но и я. Мы оба. Каждый по-своему. Выпейте, успокойтесь и можете идти. Как Риточка хотела это платье. А ее в нем мертвые нашли. Она была такая красивая в нем. Вы знаете, я весь город оббегала, чтобы найти эту ткань. В последнем магазине купила. Лимонный атлас для штор. И с него я пошила. Шерсть. Платье из натуральной шерсти. Да нет, что вы. Оно из недорогого атласа. Но смотрелось великолепно. Ждите здесь. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. Может быть, и девушки разные. Ничего себе. Что? Родинка. Опять вы? Где ваша невеста? Ее нет. Кость, ну где дрова? Рита! Рита Слепцова! Здравствуйте, Рита. Сначала вас трудно было узнать, но вас выдала родинка. Лучше бы я вам не открыла. Может, мы присядем и спокойно все обсудим? Рот закрыл и сядь. Рассказывай, как, когда и почему ты оказалась в этом доме? Я решила начать новую жизнь вместе с Костей. То есть, проще говоря, сбежала к мужику. Да какой же вы ханжа. Человечество давно жагнуло вперед. Мы в космосе побывали, а вы все со своими пещерными взглядами. Отношение к добрачным связям стало меняться с конца 1950-х годов. В советском кино появились первые открытые сцены из интимной жизни героев. В фильме Михаила Рома «Девять дней одного года» о молодых ученых-физиках в то время самой прогрессивной части общества сексуальные отношения героев вне брака выступают как норма. Журнал «Крокодил» в 1962 году разместил и за шутку Льва Самойлова. На рисунке директор сообщает коллеге, завтра десятиклассники идут в театр. Примем меры предосторожности. Вдвоем они спешно меняют на афишах театра слово «любовь» на слово «дружба» и «уважение». Так появились новые названия пьес «Коварство» и «Уважение», «Уважение к трем апельсинам», «Дружба с первого взгляда». Не пощадили даже имена. Так «Любовь Яровая» неожиданно стала «Другом Яровая». А родителей не жалко? Не жалко! Я когда мать увидела в постели с тем локоном, у меня в голове все перевернулось. Ее мать можно понять. С таким отцом, как у нее... Рот закрыл и сядь! Ладно она девчонка, но ты-то взрослый мужик, педагог. Вы вообще думали, на что вы идете? На что? Рита совершеннолетняя, мы любим друг друга, мы же никого не убивали. А вот тут и вопрос. Кто та девушка в лесу, труп которой мы нашли? И почему на ней вещи Риты? Какие мои вещи? А ваш кулон и туфли, которые вы брали у Ларисы на танцы. Кулон я выбросила, а туфли я дома оставила. И вообще мы в тот вечер с Костей из Киева уезжали. То есть вы сказали всем, что поехали на танцы, на самом деле вы просто исчезли? Ну да. А потом, когда совершенно случайно нашел твой кулон, совершенно незаметно проблесить твою квартиру, взяли твои туфли, и все это совершенно случайно надели на убитую девушку, так? Не сходится? Значит так. Оба проедете с нами. Да погодите вы, Рита все время была со мной, она ничего такого не делала. Закрой рот и сядь! Кошки-мышки с нами поиграть решили? За это придется ответить. И еще. О том, что Рита жива, никто не должен знать. Это ясно? Кошки-мышки решили поиграть. А вот за это придется ответить. В лесу неподалеку от Киева геодезисты нашли труп молодой девушки. Ее зарезали портновскими ножницами, а затем обезобразили лицо. По одежде и кулону из горного хрусталя в убитой опознали студентку Маргариту Слепцову. Однако позже сыщики установили – Маргарита жива. Она уехала со своим возлюбленным Константином Твердохлебовым, преподавателем Петинститута. Перед следствием вновь встал вопрос, чье тело обнаружили в лесу, и почему на убитой девушке были вещи Слепцовой. Вот это да. Неожиданно. Одинаковые платья из разных тканей. Вы меня слышите? Ну вот, Артем, вы мне неправильно слово подсказали. Хорошо, что я карандашом записала, стереть можно. А если бы ручкой? Какое слово? Ткань для платья, не ситец. Вы специально задали мне этот вопрос. В этом деле такая же ситуация. Платья одинаковые, а ткань разная. Атлас. Атлас. Ну и что вы об этом думаете? Ну что, я думаю, что в первую очередь нужно понять, кто была убитая. Может быть, мама Риты сшила и убитой такое же платье? Об этом могла рассказать только мама Риты. Нет, я только Риточке сшила. Ну а фасон где брали? Какой будет модный журнал? Нет. Риточку на телецентр пригласила Лариса. Она увидела это платье на дикторе. У нее еще имя не наше. Я позвоню. Самоленко, это Джулай. Дуй на телецентр, только быстро. Не знаю. Не наше имя, только Огнеты. Но она уже больше месяца не работает. Написала заявление об уходе. А почему ушла? Зосенька, иди, пожалуйста, погримируй. Пожалуйста. Понимаете, Огнета стала популярной. У нее появились поклонники, ну и все такое. В общем, слава испортила человека. Но после появления Ларисы, она что, с цепи сорвалась? Я хочу на нее глянуть. Стой, сумасшедшая! Уйди! Что за приничка? Ты что делаешь? Ну, вы у себя фаворитку нашли, да? А чем она лучше, чем я? Посмотри на нее, это же бледная моль! Все! Я устал от тебя! Пишу заявление! Так, понятно. Где можно найти эту Огнетту? Она снимала комнату у хозяйки. Адрес вам напишу. Пишите. Ну вот, здесь она и жила. Скажите, а давно она уехала? 27 ноября. В тот день, когда Рита сбежала от родителей. Странное совпадение. Вы когда-нибудь видели на ней вот это? Нет, такой кулон я бы запомнила. Из украшения она носила только сережки. Описать сможете сережки? Золотые, с жемчужинками. А Огнеток купила их с первой зарплаты. Целый месяц потом голодала. А машинка швейная, это ваша или ее? Моя. Ножницы портновские есть? А ножницы соседей украли. Ничего оставить нельзя. Когда украли? В тот день, когда Агнеточка съехала от меня. Куда она уехала? В Энспилс. У нее бабушка там живет. Спасибо, до свидания. До свидания. Ясно, спасибо. Ну что? В Энспилс она не доехала. Но 27 ноября арестский поезд отходил. Давай-ка мы с тобой на вокзал проедемся. Может, проводники что расскажут. Кстати, 27 числа отправлялся рижский поезд. Вещи Агнеты сыщики обнаружили в камере хранения невостребованных вещей на вокзале. Получается, она никуда не уехала. А вот и сравнительная судмедэкспертиза на основе зубной карты. Тело девушки, найденной в лесу под Киевом, принадлежит Агнете Стронгури. Значит, получается. Убита бывшая ведущая телевидения Агнета Стронгури. Но на ней же обнаружены некоторые вещи Риты Слепцовой. Да. Я только не понимаю, какой у Риты мог быть мотив. Что прийти, какой был мотив. Нужно понять, что их связывает. Общие интересы? Рита дружила с Ларисой, а Лариса работала там же, где и Агнета. Ты вот что. Езжай-ка поговори с Ларисой. Может быть, она что-нибудь расскажет. Как-никак, Рита дружила с Ларисой. А Лариса работала там же, где и Агнета. Смотри. Побежала, побежала. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Надо кое-что обсудить. Иди, забери мою шубу. Скажите, а Рита была знакома с Агнетой? С Агнетой? Да. Вряд ли. Она вся такая неприступная. Звезда экрана. А Рита? Рита попроще. А почему вы спрашиваете? Извините, тайна следствия. Ну-ну. А где Лариса? На улицу пошла. Красивые сережки. Спасибо. Простите, мне нужно Ларису догнать. Виктор Петрович. Стучаться надо, Самойленко. У Агнеты были серьги какие? Золотые с жемчугом? Да, и что? У Наташи, у третьей подружки. Серьги подходят под описание. Где она? Ты ее допросил? Нет, я не знаю, как-то не сообразил. Соображать надо, Самойленко. Поехали к ней. Наташа, что у вас случилось? Почему вы плачете? Настроения нет. Сегодня на вас были сережки. Где они? Их Лариса забрала. Сначала подарила, а потом забрала. Возвиток подруги поступают. То есть, сначала подарила, а потом забрала. А когда она их вам подарила? На день рождения? На танцах. Как раз тут есть, когда Рита пропала. За что подарила? За что подарила? Она тогда опоздала на танцы и попросила, если вдруг кто спросит, сказать, что мы пришли вместе. Почему она опоздала? Она была женатым мужчиной. То есть, сережки вы получили из-за молчания? А потом она их забрала. А потом она их забрала. Да, история с сережками интересная. Но не факт, что они принадлежали Агнете. Ну да. Но мало ли золотых сережек с жемчугом в городе. Вот и я о том же. Только я бы на месте Джулая повторно бы Риту допросил. Она же явно ворола, что туфли оставила дома, а кулон выбросила по дороге. Да. Резонно. Действительно странно. Как эти вещи оказались на теле покойной? И вот еще. Ну вот. Я бы задержал бы жениха Риты Твердохлебова. Они тайно сбежали из города, и он явно ее покрывал. Резонно. Только Твердохлебов сам скоро явился в милицию. Да? Угу. Угу. Да вы поймите. Рита убить не могла. Не такой она человек. 26 ноября. В котором часу она к вам приехала? Где-то в половине шестого. А из дому вышла ровно в четыре. До вас идти 20 минут. Где она была все это время? Это она в благородство играет. Только не пойму, зачем ей таких жертвы? Она у Ларисы была. Я привез Ларису. Веди в кабинет. Я сейчас подойду. Никаких сережек я Наташе не дарила. Я просто дала их поносить. Покажете сережки? А я их где-то потеряла. Нерассеянная. Сделаю вид, что поверю. 27 ноября вы были на танцах? Конечно. А в котором часу вы туда приехали? В семь часов вечером. Да? А ваша подруга утверждает, что вы приехали туда только к десяти часам? Растрепалась. Да. Я приехала под закрытие. Потому что все это время я провела с мужчиной. Имя мужчины? Не скажу. Он женат. Послушайте. А что вы меня в чем-то подозреваете? Когда вы виделись с Ритой в последний раз? 27 числа. В днем в институте. Я уже говорила. А у нас есть информация, что вы виделись с Ритой после того, как она сбежала из дома. Она приезжала к вам. Чтобы вернуть туфли и подарить кулончик на память. А вот теперь объясните, каким образом эти вещи оказались на трупе? Да кому вы верите? Ритке? Да это она убила Агнету. И сбежала, чтобы на нее никто не подумал. Неужели непонятно? Откуда ты знаешь, что труп это Агнета? И что Рита жива? Даже ее родители не знают об этом. Попалась? Попалась. Это не специально получилось. Я не хотела ее обивать. Рассказывай. Да, ко мне приходила Рита. Я когда свою маму с твоим отцом увидела, я просто до речи потеряла. Не ожидала такого от него. Надеюсь, мы останемся подругами. Ты же на танцы хотела в них. А я уезжаю. Навсегда. Это тебе. На память. И что? Мы больше никогда не увидимся? Боюсь, что да. А через час пришла Агнета. Это все из-за тебя. Что думаешь, заняла мое место? Что думаешь, у меня получится? Не получится! А! 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 Господи! Господи! Если это была самооборона, как вы говорите, почему вы тогда не позвонили в милицию? Чтобы моей карьере пришел конец? Да меня после этого не то, что на телевидении. Меня даже в сельскую школу никто не взял бы. Как труп оказался в лесу? Вывесла в багажнике отцовской машины. Почему решили сделать из нее Риту? А не понятно? Нам все понятно. Я это от тебя хочу услышать. Да потому что у Риты было такое же платье. Потому что ее мама знала, что к этому платью она постоянно берет у меня мои бежевые туфли. И потому что она как раз подарила мне свой кулон. Ясно? Ясно! Лицо. Лицо я ее разбила. Чтобы никто не смог опознать. А потом зарыла ее и уехала. Все? Вот теперь все. Конвойный! Увести ее. Ларису Луканину приговорили к семи годам тюремного заключения. За примерное поведение она вышла на два года раньше. По иронии судьбы ее муж казался латышом. И вскоре после свадьбы они переехали в Юрмал. А что с Ритой стало? С Твердохлебовым они так и не поженились. Рита вообще замуж так и не вышла. Зато стала известной писательницей. И рассказала похожую историю на страницах одного из своих романов. Писала под псевдонимом.